Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Экспедиция, открывшая землю Франца Иосифа». 11 сентября 1873 года или 30 августа по старому стилю полярной австро-венгерской экспедиции был открыт самый северный архипелаг Евразии «Земля Франца Иосифа». К 150-летию экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера рассказываем об одной из первых полярных экспедиций XIX века, которая добилась реальных результатов в Арктике. Экспедиция Вайпрехта-Пайера была той редкой экспедиции, которая с чисто научными задачами пришла в Арктику в 1850-70-х годах XIX века. Предполагалось пройти северо-восточным проходом с двумя зимовками. Главной целью были географические открытия, в том числе предполагаемых земель-призраков, земли Петермана и земли Джилеса, а также наблюдения за магнитными явлениями и полярными сияниями. Экспедиции Вайпрехта-Пайера часто приписывают возрождение интереса к арктическому судоходству и освоению Северного морского пути. В советско-исторической литературе иногда можно встретить заявление, что эта экспедиция не повлияла на возрождение интереса к северо-восточному проходу и что Адольф Эрик Норденшельд, первоприходец Северного морского пути, не был ее последователем. С этим можно не согласиться, ведь сам Норденшельд писал, что эта экспедиция была несомненной предшественницей Веги. Также стоит задаться вопросом, откуда в такой сравнительной южной стране, как Австро-Венгрия, взялись полярники, и как Вайпрехту и Пайеру удалось организовать экспедицию, будучи гражданами страны, которая к Арктике не имела никакого отношения. Юлиус Пайер в своей книге «725 дней во льдах Арктики» часто подчеркивает южное происхождение участников экспедиции, противопоставляя их природе суровой и холодной Арктики. Однако сами Вайпрехт и Пайер имели к 1872 году внушительный полярный опыт. Юлиус Пайер – обер-лейтенант австро-венгерской армии, картограф. Очень любил альпинизм и совершил более сотни восхождений в Альпы. Его вдохновила первая германская экспедиция Карла Кольдевея 1868 года, которая обследовала северо-восточные побережья Шпицбергена. Уже в следующем году Пайер стал участником второй германской экспедиции Кольдевея 1869-1870 годов у берегов Гренландии. Карл Вайпрехт – немецкий офицер, капитан австрийского флота. Проходил учебу в Дармштадтском техническом университете и в целом интересовался наукой. Изначально он должен был возглавить первую германскую экспедицию, но был болен в тот момент малярией, поэтому был заменен Кольдевеем. В конце 1870 года оба исследователя познакомились. Так сформировался их полярный тандем, и они начали разрабатывать собственную экспедицию. В 1871 году Вайпрехт и Пайер отправились в разведывательную экспедицию на судне из Берн. Главной целью был сбор данных о температуре воды и воздуха в Баренцевом море, характере течения и влиянии Гольдстрима, ледовом режиме и т.д. Также манила путешественников земля Джилеса, земля-призрак к востоку от Шпицбергена. Экспедиция, которая планировалась к 1872 году, ставила перед собой в первую очередь задачи обследования моря или земель к северо-востоку от Новой Земли. Программой максимум считалось прохождение северо-восточного прохода. Для этого планировалось взять снаряжение и продовольствие на три навигации и две зимовки между ними. Достижения Северного полюса не планировалось. Вайпрехт и Пайр вовсе считали его обычной точкой на карте и всегда выступали за комплексные исследования Арктики. Специально для экспедиции была построена деревянная шхуна Тагитков с паровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, которые снарядили всем необходимым. Угля также погрузили в избытки 130 тонн, что превышало потребности ежедневных нужд. Новизна и качество постройки судна сделали его неуязвимым к льдам на протяжении всего периода дрейфа экспедиции – более двух лет. Всего экипаж экспедиции насчитывал 24 человека, в их числе Карл Вайпрехт и Юлиус Пайр. Офицеры, врач, повар, охотники-собачники, кочегар, матросы и другие. Капитаном судна был норвежский гарпунер Олаф Карлсон. Команда была Австро-Венгрией в миниатюре. Довольно пестрый национальный состав, говоривший на немецком, итальянском, венгерском и славянских языках. В качестве судового языка был выбран итальянский. В экспедицию было взято 8 собак, 3 шлюпки, сани, различные приборы и множество другого необходимого снаряжения. Это еще раз указывает на то, насколько продумана была экспедиция. Однако, как выяснилось в дальнейшем, без везения Арктику покорять в то время было крайне непросто. Итак, 13 июня 1872 года судно Тегеткофф вышло из порта Бремергаффена в Северном море и направилось в Баренцево. Навигация 1872 года в Баренцевом море была очень ядовитой. Вайпрахт и Пайр ожидали встретиться со льдами гораздо севернее. Уже в конце июля-начале августа Тегеткофф иногда попадал в поля сплошного льда и периодически трейфовал без возможности вырваться из ледяных лап даже с помощью пара. У Новой Земли Тегеткофф неожиданно повстречал Изберн, судно предыдущей экспедиции. На нем граф Вильчик и команда двинулись вместе с Тегеткоффом к северу Новой Земли, чтобы организовать продовольственное депо, которое было найдено в 2020 году. 14 августа на островах Баренца команда Вильчика и Пайра отправилась закладывать депо. В расщелине между скалами в бочках поместили 2000 фунтов ржаного хлеба и 1000 фунтов гороховой колбасы в жестяных ящиках. Вход в расщелину засыпали обломками скал от белых медведей. Это депо должно было стать спасательным пунктом в случае потери судна или другой катастрофы. 20 августа экспедиция попрощалась с командой Изберна. Дальше экспедиция на Тегетгоффе планировала пройти к северо-востоку от Новой Земли к мысу Челюскин, чтобы двигаться дальше по северо-восточному проходу. Но этим планом не суждено было сбыться. Уже на следующий день после прощания 21 августа 1872 года Тегетгофф попал в ледовый плен. Как оказалось, навсегда. 13 октября произошло мощное ледовое сжатие. Льдина дала трещину поперек судна. Дрейф, который совсем не входил в планы экспедиции, ожидался недолгим, но недели превращались в месяцы и годы, что приводило команду в большое разочарование. Поэтому Пайер в своей книге «725 дней в Арктике» часто рассуждает насчет освоения Арктики пессимистично. 13 октября он переходит к выводу, что число 13 имело особое значение для их экспедиции. Дрейф на судне, по воспоминаниям многих полярников прошлого, всегда воспринимался как нечто томительное и безысходное, дающее ощущение плене к льдины. Потому и быт в трейфе выглядит очень размеренным, скучным, часто тревожным, из-за постоянной угрозы потери судна. На Тегетгофе обстановка была именно такой. Кают-компании, тесные каюты, библиотека из четырех сотен книг, Шекспир, книги по всемирной истории и другим наукам. Помимо вахты и прочих работ, для матросов решили организовать школу, в которой преподавали Вайпрефт, Пайер и еще двое участников. Ученики слушали лекции, решали математические задачи. Пайер уже тогда продвигал среди учеников мысль, что Северный полюс просто точка на карте, а не нечто сказочное, чего нужно обязательно достичь в карьере полярника. Однако, по утверждению самого Пайера, школа успеха не имела. Традиционно праздновались Рождество и Новый год. Ель мастерили в лучших традициях из-под ручных материалов и украшали как могли. В феврале даже был организован маскарад, одна из традиций в полярных экспедициях прошлого. Однако, по замечанию Пайера, веселье было искусственным из-за непростого положения, в котором оказалась команда. Смена полярной ночи на полярный день способствовали активности, зимовка подходила к концу. Однако, дрейф уносил судно все дальше на север. И даже потепление не способствовало освобождению судна из ледового плена. Всеми силами пытались копать и пропиливать каналы во льду. Взрывать его порохом, но тщетно. Противостоять стихии было невозможно. Кульминация произошла 30 августа 1873 года. На единой земле дали название в честь австрийского императора Франца Иосифа. Однако, далеко не сразу удалось высадиться на берег этой полярной страны. Дрейф уносил странников на юг, а покидать судно было безрассудно. И даже при приближении льдины к архипелагу первая вылазка окончилась безуспешно. А дорогу до судна отряду помогли найти собаки. И все-таки 1 ноября 1873 года команда смогла достичь ближайшего острова, который назвали в честь графа Вильчика. Но это было уже перед полярной ночью, и стало ясно, что второй зимовки не избежать. А землю Франца Иосифа полноценно не обследовать. Вторая зимовка мало отличалась от первой, но пережить без потери ее все-таки не удалось. От туберкулеза 16 марта скончался машинист Отто Криш, единственный погибший в этой экспедиции. В конце января, когда полярная ночь отступала и появлялся первый свет солнца, Вайпрехт и Пайер приняли решение, что после обследования новой страны все они покинут судно, чтобы добраться до Европы. Стоит заметить, что учитывался полярный опыт. Пайер пишет, что перед их глазами стоял пример экспедиции Джона Франклина, одной из крупнейших затерявшихся полярных экспедиций. Пайер считал, что Франклин, видимо, решил вернуться на год позже, чем следовало, что и погубило экспедицию. Также Юлиус Пайер трезво оценил, что заканчивающиеся противоцинготные средства и общее утомление сделают третью зимовку без потерь невозможной. Полноценное обследование земли Франца Иосифа началось в начале марта 1874 года на излете второй зимовки. Всего было совершено три так называемых экскурсии или похода. В первый поход отправились трое нарт, в которых были запряжены три собаки и семеро человек, включая самого Пайера. Продлился он пять дней. За это время были сделаны общие выводы об открытой земле, ее флоре и фауне, заложено второе продовольственное депо на острове Вильчика. Пайер зафиксировал самую низкую температуру за все три своей экспедиции. Во время 17-дневного второго похода экспедиция достигла острова Рудольфа и на широте 82 градусов был водружен австрийский флаг и оставлена записка в бутылке. С 29 апреля по 3 мая длился третий санный поход. Всего за три похода Юлиусом Пайером была заставлена карта земли Франции Иосифа. Получены метеорологические измерения, собраны ботанические, геологические и зоологические коллекции. Не все собранные показания были верны, в особенности карта. Относительно точно были нанесены острова Архипелага по пройденному пути от острова Вильчика до острова Рудольфа. Все, что расходилось на запад, было определено как земля Зичи, а на восток как земля Вильчика. И на самом деле эти земли состояли из множества островов, но из-за ледяного покрова Пайер счел проливы участками суши. Также к северу от земли Франции Иосифа были нанесены несуществующие земли-призраки, земля короля Оскара и земля Петермана. Этим исследование земли Франции Иосифа первооткрывателями и ограничилось. 20 мая команда покинула Тегитков. В кают-компании на столе был оставлен документ, который объясняет причины оставления судна и подтверждает, что экспедиция продвигалась на юг на трех шлюпках, чтобы достичь продовольственного депо на Новой Земле. Там путешественники планировали повстречать рыболовное судно. Также в этой записке доложено о состоянии здоровья участников удовлетворительное, все могли передвигаться самостоятельно, сказано о погибшем Крише. На судне пришлось многое оставить. Ботанические и зоологические коллекции, научные приборы, библиотеку и даже полугодовой запас провизии. Идти предстояло на трех груженных шлюпках и нартах. Первый месяц продвижения на юг был фактически бесплодным. Вместо 250 запланированных миль путешественники смогли пройти всего полторы. Все дело в южном ветре, который сносил льдину обратно на север, и путники вновь оказывались рядом с Тегетгофом. В конце июня появились разводья, и путешественникам пришлось всякий раз затаскивать шлюпки на льдины, чтобы добраться до этих маленьких каналов. 15 июля наступил переломный момент, когда начала появляться целая сеть каналов. Эти каналы быстро затягивались льдинами и приходилось долго и терпеливо ждать, но в день проходили уже по четыре морские мили. Целый месяц шла борьба со льдом не на жизнь, а на смерть. Но 15 августа наступило освобождение от льдов. Преодолев кромку льдов, шлюпки вышли в открытое море и уже 18 августа причалили к новой земле. Продовольственное депо на островах Баренца не удалось посетить из-за того, что шлюпки сильным течением снесло на юго-запад, и возвращение было бы очень непростым и бессмысленным. За поворотом оказалась рыбацкая лодка, а вдали две поморские русские шхуны. Шхуной Святой Николай командовал Федор Иванович Воронин, двоюродный дядя знаменитого полярного капитана Владимира Ивановича Воронина. Русские оказали радушный прием, накормив и обогрев участников австро-венгерской экспедиции и даже согласились их доставить в Варде. Русским промышленникам, которые ловили в этих водах гольца и охотились на оленя, по договору также предложили компенсацию в 1200 серебряных рублей. 3 сентября участники были доставлены в Варде. Так была завершена 812-дневная экспедиция, а также 96-дневный переход по льду от Тегеткофа. Австро-венгерская экспедиция Карла Вайперхта и Юлиуса Пайера, безусловно, является одной из важнейших полярных экспедиций второй половины XIX века, которая совершила открытие самого северного архипелага Арктики. Благодаря хорошей научной подготовке она выполнила большое количество метеорологических и магнитных измерений, дала общее представление о Земле, которую они открыли, а сам дрейф Тегеткофа расширил знания об этом явлении и о том, как может проходить экспедиция в дрейфе. Несмотря на погибшего машиниста Отто Криша, экспедиции удалось уцелеть, хотя огромные трудности выпали на плечи ее участников. Также Пайер и Вайперхт действительно вернули к жизни вопрос о научном исследовании Арктики, открытии северо-восточного прохода и продолжили развивать эти идеи. Уже через год в Граце Карл Вайперхт предложил перейти от национальных экспедиций к международному сотрудничеству, что в итоге вылилось в первый международный полярный год, когда 11 государств смогли создать пояс из 15 полярных станций и провести годичные наблюдения. Стоит заметить, что Карл Вайперхт и Юлиус Пайер своевременно издали довольно полные труды по этой экспедиции, которые сделали ее всемирно известной и закрепили за полярными исследователями их открытия. Карл Вайперхт 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 Карл Вайперхт